Любить по-русски. Сегодня день памяти русских святых Петра и Февронии. Праздник любви и семейного счастья. Его символом стала ромашка. Как этот день отмечает в Колыване, узнавала наша съемочная группа. Надежда Латрыгина в храм сегодня пришла специально поблагодарить семейных покровителей Петра и Февронию, история жизни которых образец для православных семей. Дева Феврония и князь Петр в супружестве жили долго, счастливо и умерли в один день. Надежда с мужем вместе уже 37 лет. Рука об руку. Это нужно понимать и ценить друг друга. Мы разные, мужчины и женщины, но вот это разное нас и притягивает друг к другу. И когда мы это понимаем, ценим, тогда вот кажется ценность человека, который рядом с тобой, увеличивается. И, кстати, мы прожили 26 лет и решили повенчаться. Четыре года назад в честь святых покровителей, любви и брака в России появился новый праздник. Православная церковь к нему благослонна. В храме Александра Невского уже много лет хранятся частицы мощей святых. Дмитрий один из тех, кто о семейном счастье знает не понаслышке. Уверен, на протяжении многих лет семейной жизни хранителем их любви с супругой были и будут Петр и Феврония. Мы с супругой считаем, что очень важно, чтобы в нашей жизни был Бог. То есть если, когда мы признаем, что есть Творец и что это его замысел жить в семье, это его желание, мы должны просто принесить ему радость и счастье. Любит, не любит, любит, не любит. Они жили долго и счастливо и умерли в один день. Это не просто слова и сказки, это о жизни святых Петра и Февронии. А простая ромашка – это символ праздника семьи, любви и верности. День семьи, любви и верности – сравнительно молодой праздник. Со временем у него обязательно появятся свои традиции празднования. А сейчас каждая семья, и совсем молодая, и уже крепкая, и дружная, и даже будущая, может положить начало своей собственной традиции – отмечать этот день.